друзья всем привет меня зовут юля вы на моем гастро канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить вяленые помидоры мы обычно покупаем вяленые помидоры в магазинах потому что они очень вкусные не люблю добавлять салаты делать какие-то бутерброды на завтрак просто так есть я не знаю там со стейком например но они обычно стоят очень дорого а когда у нас летом сезон своих помидоров почему бы их не сделать заранее и сэкономить и получите мне кажется даже вкуснее чем магазинные я сегодня вам покажу сразу два способа как сделать вяленые помидоры первый способ подходит для сушилки или для духовки если у вас сушилки нет а второй способ для микроволновки это такой экспресс рецепт вяленых помидоров и он тоже всегда получается очень очень хорошо нам понадобятся помидорки спелые и сладкие розмарин базилик черный перец чеснок немножко соли и любое растительное масло смотрите я использую сухой базилик и розмарин если у вас есть свежий можно взять его и так наверное получится даже вкуснее у меня просто был сухой поэтому я решила свежий не покупать зачем первым делом мы естественно режем помидорки если помидорки у вас небольшие достаточно разрезать на 4 части вот так вот вдоль пополам и потом каждую половинку еще раз если помидорки крупные то просто режьте их на дольки но главное чтобы они были примерно одинакового размера чтобы все наши помидорки были готовы в одно время и вот у нас получились нарезанные помидорки вот такие замечательные здесь нюанс в том что помидоры у нас разных сортов потому что они у нас со своей грядки нам свекровь вчера их дала поэтому все равно нарезать их на одинаково прям дольки не получилось и сохнуть они из-за этого будут немножко разное время потому что какие-то помидоры более мясистые какие-то более сочные вот поэтому есть такой нюанс имейте тоже пожалуйста ввиду теперь что мы делаем мы с вами берем чайную ложку и вот эти вот зернышки всю влагу помидорках мы убираем она нам для сушки мне понадобится я взяла два блюдечка смотрите одни помидоры я буду сушилки делать которые побольше кусочки а маленькую миску я вкладываю помидоры которые мы с вами высушим точнее завяли микроволновки это я вам объясняю чтобы вы не запутались почему у меня тут две тарелочки вдруг появилась у нас с вами в итоге получилось две вот таких вот мисочки и семечки помидоров это дело можно не выбрасывать а использовать например для яичницы или для какого-нибудь соуса теперь нам остается только нарезать на мелкие пластинки чеснок и мы будем приступать уже это непосредственно взяли нею помидоры все у нас все готово к сушке точнее к вяленю мы с вами я напомню будем сушить помидоры двумя способами в сушилке и микроволновке сначала покажу как я это делаю в сушилке в сушилке у меня две одна galaxy другая мастерица просто говорю потому что постоянно у меня об этом спрашиваете мне кажется они все одинаковые главное смотрите гарантии читайте отзывы и режим работы берем вот такой вот поддон для сушилки и просто на него кладем наши помидорки у меня помидорок не так много сегодня поэтому я достаточно большое расстояние между ними оставляю но если у вас помидоров много и вы сделаете много заготовок их можно класть конечно же чуть поплотнее друг помидорки разложили теперь сверху кладем наш нарезанный чеснок он во вкусе роль никакой играть не будет мы его кладем для аромата дальше посыпаем наши помидоры сухими травами я напомню что у нас базилик и розмарин если вы используете свежие листочки базилика например просто их вот так вот кладете так же как чеснок на поддон теперь немножечко соли соль мы добавляем здесь не для того чтобы помидоры посолить мне кажется они и так достаточно соленые у них прекрасный вкус а солим для того чтобы оттянуть этот вот прекрасный вкус помидоров потому что соль уступает не только по прямому своему назначению она еще и прекрасно раскрывает вкус продуктов и после соли немножечко черного молотого ароматного перца ставим поддон на сушилку и повторяем все то же самое с остатками помидоров теперь мы с вами закрываем сушилку крышкой мы включаем розетку понятное дело ставим нужный режим на мои сушилки и это примерно 60 градусов и все ждем когда помидоры высохнут здесь смотрите есть важный нюанс у нас помидорки будут сушиться примерно 10 14 16 часов все зависит опять-таки от сорта от размера доля к от несистости помидоров ну и понятное дело от температуры на которые точнее которые у вас установлены на сушилке смотрите помидоры точнее поддоны сушилки нужно периодически менять местами чтобы они у вас родномерно нагревались и сохли и помидорки которые уже будут готовы маленькие кусочки их нужно будет снимать иначе помидорка нас пересохнут они получатся не вяленые а сушеные что тоже в общем-то хорошо но это уже совсем другой ретель а теперь покажу как же сделать вяленые помидоры если у вас нет сушилки но во-первых можно все то же самое делать в духовке на режиме конвекции на 60 градусов берем противень застилаем его пергаментом кладем помидоры точно также посыпаем убираем духовку или делаем это в микроволновке берем вот такое блюдо кладем на него помидоры и точно также посыпаем солью черным молотым перцем кладем чесночок и посыпаем травами ставим блюдо в микроволновку на самую максимальную мощность и готовим примерно пять минут потом достаем проверяем что тут происходит и снова ставим микроволновку и помидорки которые у нас уже будут готовы то есть они будут такие высушенные но не дубовые такие мягонькие мы их снимаем обязательно то же самое что я сушил потока нас выглядят помидоры из микроволновки через пять минут пугаться не нужно мы их достаем смотрим как у них дела и выбираем обратно и будем готовить до тех пор пока помидоры у нас не подвялиться наши помидорки когда не подвялиться смотрите они у нас уже подсохли но остались и такими вот эластичными потому что если мы пересушим они уже будут сушеные они вяли мы их теперь складываем в какую-нибудь красивую стеклянную баночку и просто заливаем любым растительным маслом не самая обычная подсолнечная и ребята вяленые помидоры получается просто очень вкусными я честно удивляюсь Когда узнаю, что кто-то до сих пор не пробовал веленые помидоры, не то что делать, а даже покупать или, например, заказывать в ресторане. Обязательно попробуйте, особенно если у вас на огороде растут помидоры и вы уже не знаете, куда их девать. Это точно полезнее и точно вкуснее, чем просто, например, маринованные или соленые помидорки. Жду ваши отзывы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно подписывайтесь на мой телеграм, потому что новые рецепты всегда выходят там первыми. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал!